Смеши выиграть ИС-6 на Ботшоп. Скидка 30% действует ровно день. Ссылка в описании. Ну что, ребятки, можно сказать? Я думаю, наших противников советский ИС-3 тяжелотанк 8 уровня удивляет и по сей день. Потому что вы часто у меня в комментах спрашиваете, Джофф, а какой тяжелотанк 8 уровня ты считаешь лучшим? И вы знаете, хочу сказать, что они практически все хорошие. Ну, конечно, если не говорить про КВ-4. Это тот еще кактус. Но вот именно тройка мне нравится больше всего. Потому что другие танки имеют какие-то ярко выраженные плюсы и минусы. Вот. А тройка, она не только универсальная, но она и самая, наверное, сильная в плане такого вот фактора, как выживаемость. Как выживаемость в каких-то замесах. И сейчас, ребятки, я вам это все покажу и расскажу. В чем же, ребятки, прикол? Прикол в том, что, например, у того же Т-32, у того же Тигра 2, у того же 50-100 есть какой-то яркий плюс. Это, например, суперточность, непробиваемая башня, супер-пупер имбалансный барабан. Но когда дело заходит о том, чтобы выжить в каком-то нереальном замесе, а вы знаете, ребятки, что больше всего в танках я люблю разные нереальные замесы. Да, это бывает глупо, да, это бывает опасно, да, бывает, что я не выживаю и на меня упарывается по 2-3 танка, да, бывает, меня бросают союзники. И, скажем так, можно сказать честно, игра не стоила свеч. Но, когда получается все сделать правильно, когда получается действительно клево нагнуть, реплей после этого смотреть только одно удовольствие. Поэтому больше всего я именно люблю такие подвижные бронированные машины, на которых можно куда-то заехать и где-то на острые ножа раздавать, раздавать, раздавать. И понятное дело, что для таких вот приколов лучше всего подходят именно советские танки, а на восьмом уровне среди тяжей именно ИС-3. Т-32, неплохая машина, неплохо, может в позиционке, если нужно танковать от башни, ну и, конечно, желательно не страдать от артиллерии. Тигр-2, тоже неплохая машина, но большие размеры, картонные борта, при этом танковать может, к сожалению, только лбом, и то нужно постараться, там ставить ромб и так далее, тому подобное. 50-100, никак не может танковать, да, может врываться, да, может раздать огромное количество урона за один раз со своего барабана, но, к сожалению, после этого он или отправляется в ангар, ну или нужно так грамотно сыграть, чтобы потом куда-то уехать. И только, ребятки, ИС-3, ну не будем считать, не будем говорить сейчас про китайский танк, да, я по нему еще планирую по вот этой 110-ке китайской сделать обзор в будущем, но сразу скажу вам заранее, ребятки, она не так универсальна и она не так приятна, как тройка. И вот только, ребятки, советский ИС-3, он может куда-то ворваться, вытанковать, раздать урон, спрятаться, выжить, вытанковать своими чудесными бортами что-то, что случайно где-то прилетает и после этого еще поехать на другой конец карты и там тоже кого-то нагнуть. Как же у него это получается? Ну, во-первых, ребятки, хорошая динамика, вы сами видите, что концепция одной из веток советских тяжелых танков, которая подразумевает, что тяжелый танк это не только броня, но и подвижность, она вот тут, ребятки, практически возведена в абсолют. Причем, я хочу вам сказать, что Т-10 на девятом уровне не настолько крут, как ИС-3 на восьмом уровне. И это странно, но это факт. На самом деле, если бы я составлял ветки советских танков, я бы, наверное, взял бы китайский ВЗ-111-1-4 и перенес бы его в советскую линейку. Вот он после тройки смотрится очень клево и органично. Вот, а Т-10, он как бы неплох, но на девятом уровне есть куда более интересные машины. А вот на восьмом уровне тройка, она офигенная. То есть, это тяжелый танк, который при этом имеет очень мощное и пробивное орудие, и при этом офигенную динамику. То есть, тройка действительно не сильно уступает средним танкам восьмого уровня в плане куда-то, где-то заехать. Поэтому на той же горке Химмерсдорфа вы, дорогие мои зрители, очень часто видите именно ИС-3. Да, они туда приезжают, и вы знаете, это смотрится, в принципе, не так уж и глупо, в отличие от тех ситуаций, когда на горку Химмерсдорфа заезжает какой-нибудь лев или тигр второй. Вот это действительно глупо. Второй фактор, ребятки, о котором я хотел бы вам рассказать, это, конечно, орудие. Мы привыкли, что у советских танков орудии мощные, ну, иногда пробивные, иногда нет, но обязательно это большой калибр и большая альфа и печальная точность. Так вот, ребятки, печальная точность это не про ИС-3, печальная точность это не про нашего сегодняшнего героя. То есть, да, безусловно, на восьмом уровне тройка не самый, не самый точный танк. То есть, есть еще Тигр-2, который там офигенная точность, есть еще Альфа-Тапок, и что там у нас еще? А, ну, конечно, Каен у нас есть британский. Но, я хочу сказать, что у этого танка точность лучше, чем у Т-32, лучше, чем у 50-100, получше, чем у китайской С-10-ки. В общем, пушка очень комфортная, при том, что по характеристикам она не является самой точной, но, я думаю, вы согласитесь, вот те любители ИС-3, которые сейчас смотрят это видео, вы согласитесь, что почему-то снаряд летит в крестик. Вот, я не знаю, это какая-то неведомая ВБРная картофельная магия, потому что бывает по характеристикам пушка очень точная, вот, ну там, допустим, сведение не идеальное, да, но ты досводишься, сводишься, стреляешь, и снаряд уходит непонятно куда. Такое ощущение, что снаряд просто ветром сносит. Вот тут такого ощущения даже близко нет. Стабилизация приличная, точность хорошая, пробитие 225. Топовая. Альфа 390. Офигенная альфа, как для восьмого уровня. Она и на седьмом уровне клевая, но и на восьмом тоже ничего. И еще, ребятки, наверное, самое главное преимущество тройки, при всей его огромной альфе, при всей его хорошей динамике, у него еще есть и броня. Посмотрите вот на этот небольшой кусочек видео. Вы видите, что у него не только читерные борта есть, да, которые под наклоном могут вытанковывать ПТ-САУ 10 уровня на голде. Нет, у него еще и лоб хороший. Да, когда-то, давным-давно, года три назад, это было не так. То есть, еще до изменения нормализации снарядов, еще до перевода ИС-3 в HD качество, когда-то ВЛД и НЛД у тройки было реально картонным. Но времена сейчас, ребятки, другие. Сейчас времена такие, что танкам седьмого уровня с пробитием 175-200 иногда достаточно сложно, реально сложно пробить тройку в лоб. И я это знаю по себе, потому что совсем недавно я выкатывал и Т-29, и ИСа советского, и Тигра немецкого седьмого уровня. И мне эти танки встречались в бою, я их пытался простреливать и понимал, что, блин, ВЛД-то стало покрепче. Плюс, как вы знаете, после перевода в HD качество, вот эти вот тройки, которые на щучьем носе ИС-3 располагаются, они дали дополнительную броню. И приведенка там в некоторых местах может возрастать до 220-240 мм, и это реально круто. Да, НЛД все такое уже слабенькое, но тут уже ничего не поделаешь. Плюс, не забывайте, что если танк высокий, да, если против вас играет какой-то высокий танк, то иногда даже по НЛД могут пройти какие-то непробития, потому что расположение орудия, расположение НЛД, ну, сами понимаете. Но, в любом случае, НЛД слабенькое. Плюс башня. Да, башня офигенно бронирована. То есть, если пытаться пробить в маску, ну, это должен какой-то такой вам ВБР помочь, чтобы туда пробить. Чаще всего ИС-3 с твоей башней именно лбом. Башня танкует просто офигенно. Да, и с крыши башни очень многие опытные игроки знают про эту Ахиллесову пяту тройки, но, в принципе, если где-то мансовать, выкатываться и быстро закатываться, достаточно сложно выцелить крышу башни. Единственное, что не стоит на тройке уходить в клинч. С Тигром вторым с 32-50-100 в клинч не стоит уходить, потому что в крышу башни напихают по самое не хочу. Но самое главное все-таки, за что мне нравится тройка, за что я ее люблю, она может выживать благодаря бортам. Борта просто офигенные. То, от чего страдает Т-32, Тигр второй, понятное дело и 50-100, и Каен, и многие другие тяжи восьмого уровня, благодаря этому тройка выживает. У нее офигенные читерные борта. Потому что там внутрь обратный наклон, потому что там есть фальшборта, и потому что, когда вы выкатываетесь бортом на какого-то врага, там приведенная броня 600-700 миллиметров. Ни потаса у 10 уровня, никакая Яга Е100, никакой Е7, никто не может пробить эту броню. Главное, ребятки, не передоворачивать, главное не поставлять катки. И именно, ребятки, по этой причине мне очень нравится тройка. То есть, можно, конечно, разные тяжелые танки подразумевают разный стиль игры. На Т-32 ты автоматически в каждом бою пытаешься найти кучку мусора или труп врага-союзника, за которым можно потанковать, спрятать ВЛД, НЛД и высовывать только одну башню. Это понятно. На Тигре втором ты пытаешься работать или издалека, благодаря очень точному орудию, вот, или где-то там, опять же, спрятать НЛД, выкатываться ромбом, вот, и опять же, насовывать, насовывать, насовывать. Выцеливать слабые места. На 50-100 тактика совершенно другая. Ты врываешься, раздаешь барабан и пытаешься как можно быстрее убежать. Накоение, не будем о печальном, но, в принципе, тоже иногда что-то можно где-то сделать. На ГВ-4 ты просто страдаешь, это понятно. На китайской 110-ке ты пытаешься косплеить ИС-3, но у тебя это плохо получается, потому что ты, как, знаете, как младший брат, которому не досыпали кашки в детстве. Вроде бы неплохо, но все равно что-то не то. Тройка, ребятки, это идеальный танк 8 уровня. Это идеальный тяжелый танк 8 уровня. Это идеальный танк, который может и ворваться, и поддержать СТ, и потанковать, и выжить, и спрятаться за кучкой мусора, потанковать через башню. И даже если его окружают, а вот сейчас я вам показывал разные небольшие нарезочки, да, там, где меня на Энске окружали, где я реально вытанковывал бортами, там, где-то прятался. То есть это реально машина, которая выживает в окружении врагов, и на которой достаточно комфортно себя чувствуешь, если вокруг тебя, там, с двух сторон на тебя пытаются выкатиться и где-то тебя там прострелить. Да, конечно, у тройки есть и минусы, но, на мой взгляд, у нее из жирных минусов на самом деле только один. Это слабый обзор, всего лишь 350 метров. У большинства тяжей 8 уровня он побольше, и у американца, и у тигра 2, и у 50-100. Вот, поэтому, если вы остаетесь в бою один, вот, да, и против вас несколько других танков, да, это могут быть танки 9-го или 8-го уровня, или даже 7-го, то вам будет достаточно сложно. В том плане, что вас могут пересветить, и в этом плане вы, конечно, уязвимы. Но, если союзники есть, если есть какое-то мясо, которое может вместо вас танкануть, посветить или где-то кого-то отвлечь, тройка становится просто самым-самым опасным противником и идеальным союзником, если вы ею управляете. Наверное, вы знаете, мое мнение, ребятки, за последние 2-3 года никак о тройке не изменилось. Как 3 года назад я делал гайд по этой машине и говорил, что она офигенная, так и сейчас делаю обзор по этой машине и говорю вам, ребятки, она реально офигенная. Если вы хотите изи-нагип на 8-м уровне, если вы хотите поиграть, наверное, на самом универсальном и, наверное, даже легком в освоении танки, это, конечно же, дед. Это дед. Дед – секрет ваших побед. Дед – да, есть любители 50-100, и мне этот танк тоже нравится, любители других каких-то немецких, американских машин, но дед – это, это, сука, сила. Так что, качаем деда, ребятки.